Приветствую наших зрителей, приветствую тебя, Полина, на нашем очередном заседании цикла проекта «Условное голодание на эфирных маслах». Почему-то все время хочется сказать «эфирное голодание на условных маслах». Бывает. Вот. Мы уже разобрали две очень больные темы. Это тема интоксикации, это тема аутоиммунных заболеваний в свете нашего проекта. Как мы решаем эти проблемы на марафоне к здоровью и стройности через условное голодание на эфирных маслах. Если вы еще не видели эти видео, обязательно посмотрите по ссылочке вверху, потому что они являются как бы составными частями нашего общего проекта, в котором мы говорим про здоровье, как его добывать своими собственными силами, знаниями, своими ресурсами, руками, ногами и всеми своими внутренними органами, частями тела. И сегодня у нас еще одна больная тема и такая опорная тема – это желудочно-кишечный тракт. Почему я назвала ее опорной темой? Потому что это вообще главная система, система пищеварения, система выведения отходов. Мы стоим на том, мы живем на том, что мы употребляем пищу, мы ее перевариваем, мы выводим ее отходы и так далее. И во всем этом участвует желудочно-кишечный тракт. Под этим названием, конечно, скрывается целый комплекс органов. Это и желудок, и поджелудочная железа, и печень, и желчный пузырь, и тонкий кишечник, и 12-перстная кишка, и толстый кишечник, и прямая кишка. И все-все-все, что там на протяжении вот этого всего тракта лежит. И, как правило, когда начинается проблема в каком-то одном органе пищеварения, она тянет за собой неминуемо рано или поздно другую проблему с рядом лежащим органом пищеварения. То есть если есть холецистит, неминуемо будет панкреатит, и наоборот. Вот если есть гастрит, то где-то следом может и калит появиться, и так далее. То есть здесь все очень взаимосвязано, но это совершенно неудивительно, потому что это единая система пищеварительная, и там все между собой связано. И поэтому неудивительно, что когда мы начинаем заниматься очищением себя от шлаков и токсинов, эта система пищеварительная, наш ЖКТ, он первым реагирует очень бурным образом на все наши изменения, на все нововведения, и реагирует он порой не самым лучшим образом. И мы в этом уже с Полиной убедились на собственном опыте. В одном из прошлых видео я вам рассказывала, как я переносила свою интоксикацию жесточайшую, а вот сегодня Полина вам расскажет о том, какие у нее были метаморфозы с ее желудком во время ее первого условного голодания, или когда они начались, на подготовке, или уже во время самого ОГЭ. Они начались очень сильно во время ОГЭ, потому что я металась уже, выходить мне, выходить, я тебе, и мы с тобой уже перестраивали. И по-моему, я так и вышла, и мы потом начали перестраивать уже выход. А ты, может быть, сразу скажешь, у тебя изначально какой-то там диагноз ставился по желудку? Нет, по-моему, я как раз побежала вот по врачам после того, как я уже зашла на ОГЭ, и у меня вот эта проблема возникла, и тогда мы решили все-таки выходить. Я побежала вот к врачу, он меня отправил там к гастроэнтерологу. Я пошла, вот прямо говорю, мы решили все-таки делать выход из ОГЭ. Я пошла к своему врачу, он меня направил к гастроэнтерологу. Они там меня проверяли, мучили там, скажем, по-моему, чуть ли не два или три. Мне нужно было там вообще в Германии не так все просто, особенно к гастроэнтерологу. Вообще, ты вообще не сказала, в чем была проблема. То есть, что у тебя началось? Проблема, да, точно, у меня уже как будто сказанное уже у меня в голове потратилось. Проблема была рефлюкс. То есть, вообще, я с этой проблемой никогда не сталкивалась до этого. А тут вдруг у меня рефлюкс. Ну, окей, это близко вот по ощущениям просто с изжогой. Но эта изжога была такая вот просто экстремальная, что чего бы ты ни съел, все постоянно какое-то вот жжение в районе желудка. И вот оно непроходящее. Вот оно тебе, ну, только, может быть, ночью там, да, отпускает. А так постоянно оно присутствует. Это боль, ты ее ничем не можешь вырушить. Вот, и там, ну, как при изжоге тоже такие вот кислые или такие жгучие, как бы, позывы, что такое ощущение, что в горле вот что-то все першит и очень неприятно. Вот, и поэтому я, конечно, побежала. Я, говорю, испугалась, опять же, поскольку там, ну, все, думаю, доигралась, доэкспериментировалась со своими ОГЭ. А можно я уточню, вот спрошу, вот это вот, ну, этот рефлюкс или изжога, они, это началось, я просто забыла уже, это началось прям сразу на условном голодании или спустя там сколько-то дней? Спустя сколько-то дней, конечно. Ага. А это не случайно не гибискус это спровоцировало тогда? Не, не, гибискус это уже был второй. А, это уже второй был, все. Это уже второй случай. Все, все, да, я про первый. Просто там, да, вот, и сначала вот это я пошла разбираться, и тогда, в общем, мне сделали, сделали это исследование, помучали, и говорю, я уже пошла даже в больницу, то есть не обычный врач меня исследовал, а в больницу, они мне экстренно там все исследовали, вот, и потом говорят, ну, у вас там ничего такого особенного, это просто рефлюкс. Вот, это у всех бывает, вот, и отправили мне там обратно к своему этому, как у нас называется, хаусат, то есть домашнему врачу, который тебя там терапевт, да, вот, наблюдает. И он мне выписал понтопрозол, и я начала вот с этим понтопрозолом экспериментировать. И мне стало еще хуже, и тогда вот начались наши с тобой переписка, что ты мне предлагала, вот я даже помню, очень классная штука, хоть это и не сыроедение, вот этот лен измельчать и потом заваривать, и оно мне очень хорошо тогда спазмы снималось. Сейчас бы я, конечно, масло какое-нибудь применила, и все бы решилось, вот, но тогда вот были такие методы, хотя тоже я считаю хорошие, вот, и вот такая вот история. А потом уже, по-моему, то ли на следующем голодании, то ли еще где-то, то ли уже на выходе, я тоже уже точно не помню, потому что уже столько было всяких у меня историй. Там, по-моему, где-то три уге у меня шли все время с проблемами, вот, и тогда вот мы пошли с подружкой в кафе, да, и, а может быть, это было все-таки на угле, потому что я вообще ничего не кушала, мне можно было только чай, да, и поэтому вот я заказала чай, совершенно безобидный, да, и он спровоцировал, что у меня тоже просто было обострение, никакие, опять же, понтопрозолы меня не спасали потом, вот, и пришлось тогда тоже, по-моему, выходить, и как-то вот это все сглаживать эти симптомы, и потом уже, конечно, причем, поскольку я держала вот между уге сыроедения, то есть я держалась на сыроедении, то уже в третье уге я зашла абсолютно без проблем, и у меня не было вообще такой проблемы, вообще я просто забыла о ней, вот, но я при этом исключила из питания, вот это я четко про эту взаимосвязь как-то прочувствовала, что я исключила мучное, то есть как только я начинала кушать мучное, у меня вот этот начинался дисбаланс, то есть вот это, как он называется, кислотно-щелочной баланс, вот это я прям четко чувствовала, что все нарушается, начинается сразу изжога, и то есть мучное, это у меня просто уже табу давно, то есть я не то, что даже его, как бы, вот себе запрещаю, там, да, оно просто у меня не хочет, а может быть, опять же, в углу срабатывать, что тебе будет плохо, и все, все эти воспоминания про гибискус, они просто сами, скажем, все желание вот кушать эти продукты у меня исключают, ну и то, что сахар тоже, продукты с сахаром, тоже такая же реакция, и я тоже их практически, ну так вот, до минимума довела, то есть когда особенно идет условное голодание, выход, вообще это абсолютное табу, вот, то есть шоколад при выходе, вообще там даже, даже когда я уже прошла, там, сколько недель, все равно вот такие вещи у меня исключены, вот, все. А ты не связывала причину рефлюкса с нарушением работы сфинктера, что он там как-то полуоткрыт, бывает из-за спазма? Да, я тоже это думала, но я думаю, что эта вся работа, как мой опыт показывает, она нормализуется обратно, когда ты нормально питаешься, то есть это провоцируется, то есть что происходит у нас, да, это же все какие-то гормональные процессы, то есть какие-то вещества у нас выделяются, какие-то там идут в кровь и так далее, то есть как только вот этот гормональный баланс с помощью еды стабилизируется, то и этой провокации не происходит, поэтому я считаю, что еда это как бы главное, да, то есть то, что мы кушаем, или наоборот не кушаем, да, это главное, что дает твоему организму успокоиться и все, отдохнуть, скажем, все, не нужно ни на что реагировать. Конечно, я считаю, что это все вот именно такие временные явления, которые восстанавливаемые, даже вот то, что мы говорили в прошлом, с суставами, да, тоже все восстанавливается. Да, это все обратимо, но еда, она действительно остается главным топливом, это так же, как либо ты автомобиль заправишь ослиной мочой, да, и либо ты заправишь очень хорошим бензином, и как ты поедешь, да, на этом, и что он скажет, главное, твой автомобиль, вот что так же. Сейчас просто такое отношение к еде стало у людей, что это больше даже стало предметом какого-то развлечения, там, досуга, это кто вкуснее соревнований, там, шоу всякие, да, у кого понавороченный рецепт, кто-то больше впихнет ингредиентов всяких, какие-то сочетания. На самом деле это такое извращение все, что, конечно, организм будет реагировать на это неадекватно, и будут спазмы, и будет клапан приоткрываться, да, и сфинктеры, и, конечно, будет у нас содержимое об этом, все что угодно. Я считаю, что это просто провокация органов, они, естественно, вообще лекарства, да, например, тот же понтапразол возьмем, что он с собой представляет? Это подавление нормальной абсолютно функции желудка, выделять желудочный сок, и если я его постоянно подавляю, то, конечно, организм как бы воспротивится, и еще же скажет, все, хватит уже, да, и так вот он и был в моем случае. И когда я вообще вот это, я перестала принимать этот организм и дала ему просто покой, особенно вот покой, да, как мы уже говорили, 30% энергии нашей освобождается, если мы ничего не кушаем, да, то есть остановить пищеварение, дать организму уже, как говорится, быть самим собой, да, и тогда он начинает работать-то правильно, вот, то есть все это просто вот эти вот факторы, которые ему мешают, если их устранить, то все нормализуется, наше тело, как и еще тоже и ты, и я, и все говорим, что наше тело это самовосстанавливающаяся система, нужно просто дать ей самой работать и как бы самой все вопросы решать. Да, совершенно верно. Ну, как по-твоему, если к нам на марафон будут приходить люди, к нам же с разными заболеваниями идут, если будут приходить люди с проблемами желудочно-кишечного тракта, тем более еще и в остром состоянии, каков будет к ним подход? Вот сейчас, когда у нас уже есть масса знаний, масса инструментов для того, чтобы минимизировать, да, вот эти побочные эффекты, каков будет подход сейчас, вот, ну, с твоей стороны, с точки зрения тех же эфирных масел или там общения с этими людьми, как мы будем решать их проблемы? Это будет как-то в индивидуальном порядке или как ты это видишь вообще в рамках нашего проекта? Я как бы вижу, что, конечно, это люди, которые особенные какие-то проблемы, да, то есть, как и я тоже, да, я вообще не ожидала, то есть, что у меня такое произойдет. Вот, конечно, для этого мы и создали, да, вместе марафон, будем вести, и, конечно, любой человек может в этом марафоне даже экстренный вопрос задать, вот, и получить тоже экстренный ответ, да, то есть, мы довольно-таки быстро реагируем на все вопросы, и, конечно, можно задавать и индивидуальные вопросы, да, можно задавать там же и мой телефон стоит, то есть, все можно спрашивать, все вопросы, да, то есть, все, что мы знаем, все наши знания, я в том числе, да, все мои знания, я готова отдавать все, что мне известно и даже неизвестно, то есть, я готова и поискать вопросы, то есть, конечно, каждому человеку мы будем помогать, то есть, главное, чтобы вот именно не бояться, то есть, как вот ты меня вела в свое время через мостики моих страхов, да, так вот и я тоже сейчас готова подключиться и водить людей через эти мостики страхов. Да, и пользуясь этим моментом, я сразу хочу обратиться к тем, кто идет к нам в марафон решать свои проблемы со здоровьем, а в данном случае решать проблемы с желудочно-кишечным трактом, сразу сообщать о своих проблемах, о своих хронических заболеваниях со стороны желудочно-кишечного тракта, сразу сообщать, ну, либо в личку там Полине, мне или в чат, неважно, все контакты есть, потому что к вам подход будет особый, это очень нежная система, она очень чувствительная, она реагирует на, не то, что там на малейший кусок, да, чего-то там положили, не положили, она реагирует даже на наши эмоции, да, или даже на ту позу, в которой мы кушаем, сели как-то неправильно, да, заспазмировали там себе область диафрагмы, получите там либо рефлюкс, либо отрыжку, либо какое-нибудь там несварение, потому что наши спазмы, это наша проблема, они губят, а желудочно-кишечный тракт на спазмы реагирует особенно болезненно, болезненно, вот, поэтому сразу сообщайте, и к вам будет, ну, особенный подход, особые рекомендации, ну, и, конечно, особые рекомендации со стороны эфирных масел. Какие масла ты планируешь использовать для ЖКТ? Хотя мы, конечно, уже говорили, но я думаю, можно посмотреть еще раз. Я так понимаю, что это будет специализированная наша смесь пищеварительная, зенгест, да, или дальше, скорее всего, в первую очередь, да? Да-да, то есть, ну, у меня, как бы, вот, на первом плане, конечно, для ЖКТ, но, опять же, я говорила тоже уже, и ты говорила часто, что в первую очередь, это, конечно, лимон, да, это первое, что нам нужно для того, чтобы наш желудочно-кишечный тракт работал хорошо. И сразу, да, извини, я перебью это, то есть, сразу при слове лимон у многих людей сразу такая оскомина. Мы хотим с Полиной вам напомнить, что эфирное масло лимона добывается из кожуры лимона. Оно не содержит кислоту ни в каком виде, поэтому эфирное масло лимона – это не кислота, да, это, наоборот, я бы сказала, ощелачивающий продукт, который как раз и заживляет стеночки слизистой. Да, продолжай. Вот, ну, и то, что ты уже назвала, конечно, это смесь «Дзенгест», как мы его называем в Германии, у вас там «Дзенгест», да, «Дзенгест», ну, можно просто говорить «пищеварительная смесь». Пищеварительная смесь, да, это тоже классика, можно сказать, потому что она снимает спазмы, и даже вот я помню свидетельство одно, что дети в детском саду заболели каким-то кишечным гриппом или какая-то инфекция была кишечная, да, вот, и единственная мама, которая из своего ребенка, да, как бы напоила вот это, то есть дала, ну, понятно, напоила, то есть взяла стакан воды, добавила туда капельку «Дзенгеста» и вот спасла, можно сказать, своего ребенка тем, что он единственный, кто эту инфекцию пережил без всяких там попаданий в больницы и так далее, а все остальные дети там, кто под капельницами держал, кто еще что-то, то есть это очень уникальная такая. Да, это вообще чудесная история, и таких историй масса, когда люди спасаются от ротовирусных инфекций, от отравлений, и мне очень нравится то, что Дотера выпускает эту смесь в двух видах, вот, вид чистого масла, да, который мы можем и внутрь принимать с водой, и можем в разведении там в пупочек капнуть, и сделать массаж по часовой стрелке, по животику. Да, с детям особенно. Да, и очень нравится роллер, когда эта самая смесь уже находится здесь в разведении с базовым кокосово-прационированным маслом, и мы просто, я просто вот люблю открыть, да, этот тут роллер, и просто вот можно по животику, даже ребеночку, да, которого там что-то прихватило, скрутило, вот просто наносим, да, вот так роллером, и очень удобная штука, запах, правда, конечно, очень приятный. Да, но меня, например, витализирует, то есть вообще я их даже использую против головной боли, вот, то есть оно прям сразу, особенно вот когда сделала, ну, например, на УГ, когда делаешь клизму, после этого я еще дополнительно, как бы, чтобы войти в такой хороший тонус, да, я потом тоже намазываю виски или руки, дышу, то есть вот это я сочетаю даже на УГе. Клизму вот с мятой, вот, то есть чтобы вот, как сказать, хорошее было состояние, и уже заряд такой на весь день. Ну, я не знаю, давай, наверное, немножко я назову, что там внутри, да, чтобы люди, потому что это какое-то загадочное название, какой-то дзенгист, да, мало кому что говорит, вот, я скажу, что внутри там имбирь, то есть это противовоспалительное, антибактериальное, и также как антисептик, ну, мы знаем все, да, имбирь, даже обычный имбирь, да, он в этих целях употребляется, естественно, когда эссенция этого продукта, да, она еще более эффективна, она еще более мощна, да, потом там входит в состав фенхель, это такой уже успокаивающий, вот как раз вот этот спазм снимает благодаря фенхелю, потом там идет к ориандру, но антибактериальное, антибактериальное, улучшает перистатику, устраняет даже вздутие живота и спазмы, да, я вот специально посмотрела в наших всех чатах тоже еще дополнительную информацию по каждому элементу, вот, ну, про мяту мы уже говорили, что она тоже снимает спазмы, она дает ощущение бодрости и свежести, вот, вот, и, кстати, про мяту, вот, помнишь, в каком-то тоже недавно кто-то нас спрашивал про ленивый желудок, да, да, был вопрос в комментариях, ага, да, да, вот, то про мяту тоже я хочу сказать, что она действительно вот это все активирует, то есть вот я думаю, что для этого человека, кто нас спрашивал, вот этот дземвест, это тоже очень классное средство, чтобы победить вот эту проблему, вот, конечно, она будет там не сразу, да, что она две капли выпила и все, то есть это нужно комплексно делать, вот, и я тоже вот этот человек, если эта дама сейчас слушает, да, смотрит, то я тоже вот хочу сказать, что есть надежда и что мы действительно даем все материалы в нашем марафоне, чтобы вот такого рода проблемы решать, вот, дальше, значит, я возвращаюсь к нашему списку, что в нашем дземвесте, там эстрагон, то я, кстати, тоже не знала, что он снимает спазмы и помогает при метеоризме, то есть вообще я не ожидал про эстрагон такое, вот, и последнее, что туда входит, тимьян, то есть оно тоже противовоспалительное, антибактериальное, улучшает даже кровообращение и балансирует гормоны, вот, то есть вот такая вот удивительная многофункциональная вот эта смесь дземвест. Скажу про цинокрин тоже подробно, и эта смесь меня спасла вот на УГ, когда у меня вот печень прихватила, и вот я даже не могла определить, то ли это у меня желчные протоки, то ли печень, вот где-то в этой области справа, да, у меня были боли, вот, и я, как бы, хотя я не люблю запах гирани, я все равно попробовала вот эту смесь, и она мне очень помогла, и туда входит розмарин, то есть он снимает спазмы как раз, кориандр мы уже говорили, да, что он антибактериальный, моржевельник, что я тоже вообще не ожидала, что оно противовоспалительное и выводит токсины, то есть это такой второй помощник к маслу лимона, мандарин тоже витализирует, и тоже там, как, типа лимона у него действия, и гирань, вот гирань, она дает такой вот специфический запах этому маслу, вот, она тоже очищает слизистую пищеварительного тракта, и показана особенно при гастрите и колите, вот, и снимает спазмы. То есть вот такая вторая, два таких вот масла, которые, скажем, просто абсолютные, абсолютные, так сказать, фавориты, да, на любом угле, так сказать. Ну и, конечно, мы не можем не сказать о протоколе пищеварительной. Да, да, это тоже. Если в прошлом видео мы говорили о протоколах при аутоиммунных заболеваниях, то есть и такой протокол, есть протокол пищеварительный, и, понятно дело, на что, да, на какую проблему он направлен. И я вот в прошлый раз, мы говорили про эти протоколы, и я, да, показывала эту книгу «Симфония клеток», и мы говорили, что это особая техника нанесения масел вдоль позвоночника, на стопы, на воротниковую зону. Но некоторые могут подумать, ну, ладно, там понятно, что, допустим, опорно-двигательный аппарат, можно, значит, воздействовать на его проблемы нанесением там на позвоночный столб. Ну, а при чем здесь желудочно-кишечный тракт и позвоночный столб? Ну, мы рассматриваем технику нанесения масел на позвоночный столб только с точки зрения, что там проходят очень важные крупные кровеносные сосуды, а эфирные масла обладают способностью, благодаря своему маленькому размеру и проницаемости, очень быстро попадать в кровоток. Это то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы масла попали в кровоток, и чтобы они разнеслись, да, стоком крови по всему организму. Но организму уже виднее, да, где у него проблемная зона и куда он направит целительные силы этого эфирного масла. Вот, поэтому этот протокол пищеварительный, я думаю, будет обязательно очень подробно разбираться и освещаться в рамках нашего марафона. Мы научим, как его делать самостоятельно. Хотя, конечно, здорово, если есть кто-то, кто может помочь его сделать, когда человек лежит, а масла наносятся ему поочередно на позвоночный столб. Но вот Полине никто не помогал, она сама себе наносила. Это тоже вполне возможно. На верх позвоночника, на низ. Как раз гибкость развивает. Да, мы будем всему этому учить на нашем марафоне. Будем показывать, объяснять, какие масла, как, в какой последовательности. Будем подробно разбирать эту схему. И обязательно, обязательно, вот каждый, кто пришел с проблемой желудочно-кисочного тракта, обязательно он пройдет через этот протокол. Поэтому готовьтесь. Но вот мы тут много говорим про болезни и про то, как мы вылезаем из этих болезней, и как при этом участвуют эфирные масла. Но мне бы не хотелось, чтобы у наших зрителей сложилось такое представление, что мы тут такие доктора, мы тут выписываем пилюльки такие в виде эфирных масел, и мы ими как бы типа лечим. На самом деле это не так. Эфирные масла – это не лекарство. Хотя по своему действию они действительно похожи, что они оказывают такой эффект. И обезболивающие, и спазмоснимающие, и успокоительные, и противовоспалительные. Да, это есть. Но это не лекарство в прямом смысле. То есть лечат наши болезни, собственно, не сами эфирные масла, а наши действия, которые направлены на коррекцию нашей жизни в общем и целом. Коррекцию питания, коррекцию очищения. А эфирные масла являются помощниками и дополнительными инструментами, которые страхуют и снимают болевые ощущения, ну и в какой-то степени способствуют убиранию вот этих вот обострений, воспалительных процессов. И таким образом, когда мы это все в комплексе делаем, вот эти все наши три столпа, да, так называемые, мы и получаем оздоровительный эффект, а можно назвать его и терапевтическим эффектом. То есть, ну да, получается, что мы лечим, но как бы мы лечим не потому, что мы какие-то там врачи в белых халатах, а потому что мы просто объясняем людям, как они сами могут использовать свои собственные ресурсы, то, что заложено. Ты правильно сказал в прошлом видео, что каждый организм имеет свою собственную систему самовосстановления, самообеспечения, самосохранения, и вот как бы как Мюнхгаузен себя, да, из болота вытаскивал. Точно так же. Любой организм имеет такую способность, только не надо ему мешать, надо помогать ему. И мы как раз вот и учим на марафоне, да, как каждый человек может сам себя вытащить за шкирку из болота с помощью своих собственных действий. Только нужно действовать-то умело, грамотно, знаючи, а не зная броду-то, не надо соваться в воду. Так что ждем, ждем вас на марафоне. Он уже вот-вот, он уже стартовал, но я хочу напомнить, что набор идет всегда. Если вы сейчас не успели с первым потоком, вы можете зайти с опозданием, ничего страшного. Мы с Полиной поможем вам догнать группу в информационном плане, да, поможем вам влиться в наш дружный коллектив очень быстро и комфортно. Самое важное, на что нужно обращать внимание, когда человек решает, что он будет заниматься самооздоровлением при помощи таких натуропатических методов, да, как очищение, питание, эфирная терапия и так далее. Вот какие главные, такие основные опорные моменты, может быть, да, так сказать, которые нужно все время держать как маяки. Вот на что бы ты советовала сконцентрироваться, на чем? Да, ну вот ты слово опорные, да, сказал, у меня как бы сразу ассоциация, такие три столпа, да, я бы сказала, нужно себе держать в голове, конечно, знание, да, то есть без предварительного знания можно там наворотить дел, да, и с маслами тоже обязательно очень осторожно с ним обращаться, потому что есть определенные меры предосторожности, точно так же, как и с УГЭ, когда с сухолом и голоданием, когда чтобы интоксикация не наступила, да, то есть нужно сначала вооружиться обязательно знаниями, то есть то, что мы даем на нашем марафоне, да, это там доступ к твоему курсу, да, то есть там все материалы, то есть которые нужно, конечно, проштудировать в первую очередь, а потом уже приступать к действиям, это первое, знание. Второе, конечно, интуиция, то, что мы тоже повторяем, мы с тобой обе уже теперь повторяем из раза в раз интуиция, да, то есть то, что человек, нету какого-то шаблона, каждый человек индивидуальный, у каждого свое тело, оно реагирует абсолютно по-разному, у кого-то свои букеты совершенно тоже в разных комбинациях болезней, да, поэтому это тоже нужно учитывать абсолютно и обязательно слушать свой организм, то есть первое знание, второе интуиция. И третье, конечно, свой опыт, который у нас будет накапливаться, да, обязательно его как-то фиксировать хотя бы на первых порах для себя и анализировать, то есть это очень важно для меня, например, это было очень важно, я прям все записывала, и, по-моему, даже вот можно у нас с тобой, скажем, переписку, да, вот на первых порах, это тоже для меня, вот я даже туда возвращалась несколько раз, чтобы посмотреть там, что же я писала там тогда, что у меня было, чтобы вспомнить, какие у меня были проблемы. То есть, конечно, лучше не Байканал там забивать, да, а свою переписку делать, в смысле не переписку, а свои какие-то пометки, свою какую-то записную книжечку или как там кто-то в телефоне уже сейчас ведет, обязательно все записывать и по возможности анализировать, чтобы потом делать выводы и свой же прогресс наблюдать, да, чему мы достигли, что было, что стало. Вот, я повторю как бы еще раз три вот эти важные момента, знание, интуиция и опыт. Эти три столпа должны быть у каждого у нас в голове. Ну, это мой опыт, я вот просто советую так делать. Я полностью присоединяюсь вот к этим трем столпам и хотела бы даже немножечко по каждому столпу добавить от себя вот свое как бы мнение и пожелание. Потому что это действительно, это вот базовые вещи. Ну, во-первых, знания. Но я не случайно же говорю, что мой проект марафона, он бессрочный, потому что нужно время, чтобы эти знания изучить и пропустить через себя. Ведь это же очень много там этих уроков, одних только лекций, ведь там 30, да, больше 38, 38 или сколько там, я не помню, этих видео лекций, плюс теоретическая часть, плюс какие-то там схемы, там рекомендации, рецепты и так далее, книги, опять же, там 4 книги мои в электронном виде. Это же надо все прочитать. То есть, если я, допустим, это все писала, там создавала и лопатила это в течение нескольких лет, то понятное дело, что человек, который пришел с традиционного питания, там, да, с картошки, с мясом, пришел вот сюда, в марафон к здоровью и стройности, ему нужно это все впустить в себя, потому что это же совершенно новый взгляд на вкусную и здоровую пищу, это отход от традиций, и с этим нужно прожить. И если он будет просто тупо спрашивать, там, напишите мне, что мне кушать сегодня, а ведь такое очень часто бывает, дайте мне рацион, напишите мне, что кушать, это сделать невозможно, потому что никто не может сказать вам, что вам кушать, вы схему изучите, вы законы изучите, вы правила поймите, вы механизмы поймите, как это все работает, как переваривается у вас мясо с картошкой, либо как у вас переваривается по отдельности картошка и по отдельному мясу, вы вот это поймите, вы это изучите. И это все дано в теории, вот в этом вот огромном курсе, который скрывается за названием «Здоровье и стройности». То есть это не просто вас взяли, построили в чате и сказали, делай то, то и то. Нет, это работа мозга. Вам предстоит штурмовать вот эти знания, как ученики делают это в первом классе, изучают азбуку. Это первый момент. То есть учиться, учиться и учиться. Второй момент по интуиции тоже. Ты замечательно все сказала. И опять же здесь перекликается часто с первым вопросом. Люди очень часто приходят и говорят, сколько вешать в граммах, дайте мне рецепт, сколько мне съесть грамм, сколько мне калорий и так далее. Невозможно это сделать. Кто-то ест мясо, кто-то не ест мясо. Кто-то любит авокадо, кто-то ненавидит авокадо. Кто-то обожает фрукты, кто-то обожает шоколад. И как в данной ситуации, что ваш организм попросит. И вот бывают даже ситуации, когда человек говорит, вот я сегодня там кушал то-то, то-то, то-то. Я ел там суп, картошку, кашу, кашу. А в конце дня мне так захотелось конфетку к чаю. Но я сказал себе, нет, ты не ешь сладкое. Я взял и съел этот сушеный инжир с чаем. Я думаю, блин, господи, лучше бы ты шоколад съел вместо того инжира. Ты же запустил процесс брожения себе на всю ночь. Вот такие нюансы, их нужно понимать и нужно вот это все изучать. Поэтому интуиция это всегда то, что работает на вас, помимо вас, по вашему, так сказать, чутью. Вот был такой доктор Заболотный, я его очень люблю, несмотря на то, что его уже нет с нами. Это доктор классической медицины, наверняка там вы его где-то встречали на просторах Ютуба. Это замечательный врач, который говорил, читал очень умные лекции. И я его очень полюбила за одну фразу сакраментальную, которую он сказал однажды, когда его спросили тоже какой-то вопрос, ему задали. А вот сколько вешать в граммах, а как мне лучше сделать? Он сказал, никто не знает, как вам лучше, кроме вас самого. И вот эта фраза, она прям зашла в меня так глубоко. Но это действительно. Вот когда мне задают вопросы, а можно мне съесть вот это, вот это? Я всегда говорю, ну вы себя спросите, вам можно это? То есть за этим опять же стоят знания и интуиция. Я даже не могу оторвать, да, знания от интуиции. Они настолько переплетены, вот, что тут вот можно просто натворить глупости, если ты будешь только интуицией, твоя интуиция будет тебе говорить, ешь торт, ешь торт, ешь торт. Но если у тебя есть знания, почему тебе нельзя есть торт, то ты очень это всё крепко соединишь и поймёшь, что тебе в данный момент на твой организм просит. Просит ли он вообще жира, да, может он просто просит какой-то жирной рыбы. А ты думаешь, что он тебя торт просит. Можно поместить продукты на более здоровые, конечно. Конечно, да. И вот знать и интуичить, это всё вместе очень, всё увязано. И третий момент по поводу дневника. Да, когда ко мне обращаются люди вот в индивидуальные какие-то там сопровождения, я всегда им пишу, говорю, пишите мне отчёты каждый день в личку, в переписку, потому что вам же самим это потом пригодится. Это и мне удобно смотреть, как идёт, да, развивается. Ну и ты, собственно, тоже так же делала. Да, так же делала. Это была моя клиентка. То есть с тех пор ничего не изменилось. Я всё так же настаиваю на отчётах. И вам, и самому человеку это очень удобно, потому что анализировать спустя, допустим, несколько месяцев, там месяцев 5-6, что ты писал тогда и что ты пишешь сейчас, это просто удивительно, потому что люди меняются, что с ними происходит, да. И причём эти изменения, они наступают буквально сразу, чуть ли не на следующий день. Человек убрал на один день варёнку из своего рациона и говорит, ой, что-то у меня так много энергии, у меня никогда так не было много. И это только один день. А что будет дальше, да, когда мы начинаем очищать организм? Но там люди уж просто улетают в небеса. С ними происходит очень хорошо. И хотят из УГЭ выходить. Я вот знаю. А, да, просто впадают в эйфорию. Я хочу всё время быть на жидком питании. Да, происходят чудеса. И когда вот это вот всё фиксируются, эти чудеса, то потом очень возрастает самооценка. То есть я это сделал, да. Я был полгода назад вот таким-то, с весом 111 килограмм. Сегодня я совсем другой человек. Во мне там меньше 100 килограмм. И я по-другому смотрю на питание и вообще на многие вещи. Это разные люди. И когда человек анализирует это, что он был таким, а стал таким, вот у него вообще просто, у него всё меняется в глазах. И жизнь его меняется вообще кардинальным образом. Поэтому, конечно, дневник нужен. Но наш дневник на марафоне, я всегда призываю всех участников марафона, пишите в чат, пишите в чат, делитесь опытом. Чат не должен молчать. Вы вошли сюда, чтобы не только спрашивать, но и делиться своим опытом, рассказывать о своих успехах, рассказывать о своих проблемах, о каких-то смешных случаях, о казусах. У нас и такое бывает. Мы посмеемся, бывает, да. Всяко бывает. Это жизнь. И когда собираются люди в одном сообществе, объединённый общим интересом решать свои проблемы, это всегда интересно обмениваться этим опытом и таким образом расти, расти над своими проблемами. И возвращаясь к вопросу об обратимости-необратимости, каждое заболевание, которое человек приобрёл в своей жизни, каким бы словом мы ни назвали, красивым, некрасивым, каким-то диагнозом простым или сложным, любое состояние болезни, которое человек приобрёл в своей жизни, он виноват в этом сам, вольно или невольно. То есть он может не знать о том, что он способствовал возникновению этого заболевания, но это происходит именно так. То есть каждый человек сам наедает и нарабатывает себе свои проблемы. Камни в желчном пузыре. Ну, извините, значит, вы таким образом питались, что вы не позволяли своему желчному пузырю нормально отделять желчью, и там скопилось её столько, что стали образовываться камни. Что там у вас? Воспаление поджелудочной железы. Ну, значит, вы её просто насиловали много лет непомерным питанием, большим количеством мучных, каких-то рафинированных, там сладких изделий. Поджелудочная железа – это очень маленький орган, и оно очень важное. Он не только инсулин вырабатывает, но ещё и ферменты для переваривания пищи. А значит, вы просто неправильно себя вели в пищевом отношении, если ваша желудочная железа начала там воспаляться, разрушаться и прочее. И так далее. То есть, если вы своими действиями доводите себя до какого-то воспалительного или разрушительного процесса, то, значит, вы сами можете повернуть этот процесс вспять, делая обратные действия. Если вы ели не в себя, значит, нужно в обратную сторону идти. Если вы ели много непотребных продуктов, значит, давайте возвращать хорошие, правильные продукты. Здесь всё измеряется своими собственными действиями, но только нужно всё это делать грамотно и понимать, как именно. То есть, всё обратимо, да, не обратима только смерть, но любой диагноз обратим, и мы занимаемся как раз тем, что мы возвращаем вас в исходное состояние. Сколько времени займёт это возвращение, зависит не только от нас, но по большей части от вас, насколько правильными будут ваши действия, и насколько они будут планомерными, поступательными, грамотными. Это тоже имеет большое значение. Насколько вы себя запустили, да, до какого состояния вы себя навели. Много будет разных факторов, но если мы будем уповать на что-то там, да, что там Боженька нам послал, послал ли он нам панкреатит, либо что-то там ещё, да. Нет, Боженька ничего не посылает. Всё изнутри, и поэтому идём внутрь, идём вглубь, воздействуем на себя, чтобы возвращаться к исходному здоровому состоянию. Всё в наших руках, друзья. Заканчивая наш сегодняшний разговор, опять призываю вас перейти под видео на самую первую фразу со ссылкой, зайти по этой ссылке и присоединиться к нашему марафону здоровья и стройности. На сегодняшний день это, мне кажется, самый удобный формат работы над собой, когда тебя окружают единомышленники и грамотные, опытные кураторы. Я уже не побоюсь этого слова, что мы грамотные и опытные. Мы, правда, вкладываем очень много времени в наше обучение, и за нашими плечами есть уже опыт. Какой-никакой, но опыт есть. Мы на очень многие вопросы можем дать компетентный ответ. Правда, Полина? Конечно. Я хотела сказать, что мы тоже повышаем квалификацию, мы тоже учимся. Мы постоянно повышаем квалификацию, мы вообще не сидим на одном месте, мы все время растем, движемся и готовы делиться с вами нашим опытом. Добро пожаловать в наш марафон здоровья и стройности. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok